Как ни пыталось руководство ТрансАэра успокоить амурских пассажиров, с рынка авиакомпания все-таки уходит. Свои обязательства перевозчик исполняет до 11 октября включительно, а 12 октября перевозку пассажиров на себя возьмет компания ВимАвиа, уже летавшая над Преамурьем. Подробнее о том, как развивается авиаситуация, расскажем в первом сюжете. А, в ТрансАэре что случилось? Открыто, посмотри. Закрыто. О случившемся банкротстве авиакомпании пассажиры узнали в конце прошлой недели. Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, по легенде, решили приобрести билеты до Москвы. Если по направлению столицы места нашлись, то обратного рейса ждать примерно неделю. ВимАвиа ввели рейсы, но места еще нет. То есть они не закачали места, ничего, потому что у меня определённых указаний, что там с ТрансАэром. ТрансАэра закрыла все продажи. ВимАвиа нет, нет. Соответственно, что у нас, если есть либо уральские аэрофлоты, которые вот, со словом 16-го числа, либо из Сыла, но из Сыла летает только раз в неделю. Пока разговоры о приобретении ТрансАэра аэрофлота мутихли. По данным амурского правительства, уже с понедельника 12 октября в столицу можно улететь рейсами Вимавиа. Тем же амурчанам, которые приобрели билеты ТрансАэра, придется немного повозиться. Билеты на рейсы с 12 октября необходимо переоформить на билеты Вимавиа. Доплачивать, к счастью, ничего не надо. Рейс в Благовещенск-Москва будет ежедневным. Как заверил перевозчик, если потребуется, число авиасообщений можно увеличить. Между тем, правительство области уже ведет переговоры с другими перевозчиками. Сейчас мы прорабатываем вопрос захода на наш рынок других крупных авиакомпаний, таких как Аэрофлот, С-7, Ютейр, Икар и Вимавиа. С вместимостью у воздушных судов более 200 пассажиров. В свою очередь, на сайте ТрансАэра указано, что свои обязательства перевозчик будет исполнять до 15 декабря. Тем временем, зимнее расписание Благовещенского аэропорта уже сформировано. Известно, что кроме Вимавиа по направлению Благовещенск-Москва, три раза в неделю с посадкой в Екатеринбурге будут курсировать уральские авиалинии. Один раз в неделю амурчане смогут пролететь и на ярких зеленых самолетах компании С-7. Этот перевозчик будет осуществлять один рейс в неделю. Любовь Ломака, Сергей Захарушкин, Антон Максимов. Амурская служба новостей.